Сношение психофизиологических показателей активности организма и системных процессов Сейчас поймете, о чем идет речь довольно быстро Уважаемые коллеги, много-много-много лет назад, когда вас еще не было, а теория функциональных систем уже была давно Вот в этой парадигме теории функциональных систем все разрабатывали, изучали системные процессы Все знали, что есть эфферентный синтез, и вы тоже знаете Принятие решения, акцепт результатов действия, результаты эвации, все это было известно И все эти термины каждый из выступающих должен был употребить в своем докладе, а то бы его ругали Вот, но когда люди имели дело с конкретными данными, вот они получали конкретные данные Вызванные потенциалы, регистрировали активность нейронов, движения То они тут же переходили на терминологию и на понятийный аппарат рефлекторного, рефлекторный парадигмы реактивности Почему так было? А потому что, вот был поведенческий акт, например, хлопок в ладоши, и я нажимаю на кнопку Хлопок в ладоши, и я нажимаю на кнопку, но хлопок не мой, естественно, а мне Вот, или там вспышка света, и я нажимаю на кнопку Этот поведенческий акт мог бы вообще и должен был бы трактоваться с позиции теории функциональных систем Но трактовался как реакция на стимул Потому что было совершенно вообще не очень ясно, каким образом все эти системные процессы, которые я вам рисовал Помните, давайте я их опять нарисую, они вам сейчас понадобятся И я их нарисую, вот если представить себе листик вашей бумаги, то я их нарисую в том месте, где и надо их нарисовать по отношению к листу Потому что я вижу картинку дальше, а вы еще нет Значит, вот примерно здесь я это рисую Все вы помните, что это такое А кто не помнит, тому двойка Значит, это афферентный синтез принятия решения Два кружочка, затем акцепт результатов действия программы действия И затем нам нужны две палки Причем они будут нарисованы именно как палки из соображений удобства Вот эта вот палка, что такое? Ну-ка И вот эта вот палка, что такое? Громче не слышал Какая молодец как Но в данном случае я опять сделаю шаг назад, вернусь к эклектической стадии функциональной системы и назову ее пусковой стимул Но вы говорите абсолютно правильно А я сейчас немножко неправильно буду говорить Но мне это удобнее Значит, это пусковой стимул, с которого все начинается Вспышечка Но вот такие глупые, мы не знаем, что континуум, что это результат на самом деле Вот, значит, это ПС Где бы написать вот здесь? А это что? Это уже совершенно очевидно Результат акта Вот это у нас есть И теперь у нас есть Теперь у нас есть Значит, вспышка света и мое нажатие на ключ Вот обычный эксперимент, который проводится в психологической, психофизиологической аудитории То есть лаборатории, где хотите И вот теперь, смотрите, была ситуация такая Эта проблема была решена Как совместить вот это с этим актом Решена она была Вот в жизни ученого бывает несколько случаев Если ему дико повезет, два-три Когда, вот знаете, существует набор фактов Набор представлений Литература, твои собственные мысли Понимание этой литературы То, как ты видишь мир Вот это составляет такую, ну скажем, мозаику Как в калейдоскопе И вот ты глянул этот калейдоскоп, повернул И оно все сложилось в картину И все стало ясно Все они подходят теперь друг к другу Ты понимаешь, как это связано И это происходит не Это происходит вот эти вот В эти потрясающие моменты Это происходит не за годы, годы десятилетия Это только подготовка А буквально за пару минут И вот я вам расскажу про это Вот я сейчас рассказываю, между прочим У меня мурашки потело, потому что я вспоминаю эту штуку Это фантастика была Значит, я получил некие данные На нейронном уровне Между прочим, по-моему, еще был студентом старших курсов Вот сейчас я Или только-только закончил институт Сейчас не помню точно Для вас это очень большая разница А для меня сейчас уже как-то вот сливается Ну вот И значит Мы с моим учителем Совершенно гениальным человеком Швырковым Имя которого носит наша лаборатория Мы написали по этим данным статью Написали мы эту статью В доклады Академии наук АНССР Тогда это был лучший журнал В нашей стране В котором статьи публиковались В обычных статьях Обычно бывают рецензенты Ты посылаешь статью И ее якобы анонимные люди Рассматривают Или принимают Либо отвергают Доклады Академии наук Это был фантастически престижный журнал В который статьи принимали Только по рекомендации академиков Ну и член-коров А поскольку ее рекомендует академик Небожитель практически То она не проходит рецензию Понятная идея, да? То есть там товарищ пишет Академик Рекомендовать Ты ее относишь в журнал И ее публикуй А поскольку у нас был Свой родной академик Анухин То мы со Швырковым Написали эту статью А в этой статье Мы на основании Тех нейронов Которые я зарегистрировал Мы Так сказать Ну Мы считали Что мы нашли Нейрофизиологические корреляты Закона Стивенса Это закон степенной зависимости ощущения От интенсивного стимула Психофизики вас будут этим мучить Нет вопроса Увидите Чем сильнее стимул Тем сильнее ощущение А связанные эти две вещи Вот степенным законом И мы нашли нейроны Которые ведут себя таким образом Вот как прямо предсказывает Закон Стивенса Радовались немыслимо Ну представляете Мозговая основа Закона Стивенса Одного из Очень немногих Законов В психологии Ну вот И подали статью Анохина И сидим ждем Значит ответа И получаем Холодный ответ А ответ был такого типа По-моему у меня до сих пор Лежат эти бумаги Там сколько-то нейронов Так много нейронов И столько предположений Анохин То есть рекомендаций нет И вообще На самом деле вот что И это было очень обидно Ну а так в частной беседе Нам было сказано Ребята А где вообще теория функциональной системы Вот то что вы написали Можно было написать Совершенно запросто На основании подхода стимул-реакции То же самое И это была правда И почему это была правда Я вам говорил почему Потому что это было отдельно А настоящее поведение В том числе и то Которое я анализировал Изучая нейроны Было отдельно И мы сидели со Швырковым Была ночь И мы думали над этими данными И мы думали, думали, думали И ничего придумать не могли Вот И вдруг Швырков придумал И он сказал Эту фантастически простую вещь Элементарную Настолько элементарную Что я почти уверен Что сейчас вы ее придумаете Сейчас я вас к этому подведу И произошло как с калейдоскопом Все стало на свои места Нам стало понятно Что такое активность нейронов Как она связана С электроэнцефалограммой Как это все связано С движениями С системными процессами Все То есть все данные Литературы И наши собственные Легли и совместились С теорией Функциональных систем И последнее Что я скажу перед тем Как мы перейдем К думанию Это А я жил очень близко В то время Значит От кафедры Кафедра была там Где сейчас МГУ Знаете Это дворик На Маховой Да Вот Но она собственно И там сейчас тоже Анохинский институт Вот А я жил напротив Театра Маяковского Ну между Театром Маяковского И консерваторией На бывшей Тогда улице Герцена Значит Ходьбы мне было Минут Три Четыре Пять От кафедры До дома И я шел Прямо как в художественной литературе Солнышко Поднималось Я шел домой И внимание Я видел весь мир иначе Потому что я теперь понимал Как я вижу Я понимал Как я вижу Как я выделяю объекты То есть все стало Вообще Я увидел мир иначе Не только научный мир А вообще внешний мир Потому что вообще Между прочим Ученые Они видят мир иначе Чем остальные люди Потому что научная картина мира И обыденная картина мира Они не отдельно Они вместе И поэтому Когда на экране появляется Ученый А я еще не знаю Что он ученый В подавляющем большинстве случаев Я по лицу говорю О, это ученый А потому что у них на лицах Это написано Как правило Хотя лица могут быть Самого разного типа Но написано А теперь к делу Итак Скажите пожалуйста Вот вы видите Перед собой Я специально нарисовал Эти механизмы Что надо Зарегистрировать у меня Какую активность Чтобы вы могли К отдельным этапам Моего поведения Привязать отдельные механизмы Вот этой функциональной системы Еще раз Хлопок в ладоши И я жму На кнопку Нажатие Мой результат Пожалуйста Скажите мне Что надо у меня Зарегистрировать Чтобы мы могли сказать Вот в эти миллисекунды Было это А в эти миллисекунды Было это Чтобы мы могли Связать вот это С моим поведением Давайте я вам даже Напишу здесь Значит Вот это у нас Программа действия Для тех кто не помнит Это акцепт результатов Действия Это афферентный синтез Это принятие решения Вперед Что надо зарегистрировать Начало действия Совпадает С прекращением Завершением Принятия решения Да Поэтому Регистрация движения Является чем? Меткой Что одни процессы Вот эти Уже завершены А эти Как раз начинаются Понятно? Понятно Сейчас я нарисую Движение Но потом вы увидите Почему я говорил Что это девятка А не десятка Значит Рисуем движение Это будет Как-нибудь Вот так Это будет Как-нибудь Вот так Начало движения Что-то мы должны Зарегистрировать Другое Что даст нам Абсолютно Точный Отсчет Потому что Там есть Ну вот этого Можете не знать Ладно Я вас не буду мучить Вы уже почти решили Десятку я добью сам Дело вот в чем Когда начинается Активность мышц То между Когда начинается Активность мышц То это значит Решение уже принято Причем активность мышц Не вообще А в той Группе мышц Которая заведует Вот моим движением Кнопки А рука пойдет То есть вы сможете Зарегистрировать Движение руки Позже Чем началась Активность мышцы Понимаете То есть на самом деле Гораздо более точный Маркер Это Электромиограмма То есть электрическая Активность мышцы Которую можно Зарегистрировать Вообще Обычными Электродами Которые накладываются Сверху на кожу Очень просто Это все делается Значит Здесь рисуем Эмг А вы понимаете Что Эмг Это электромиограмма Вам Борис Николаевич По-видимому Будет рассказывать Даже как ее регистрировать Если уже не рассказывал Вот И это будет Как-нибудь Вот так Значит Это Эмг Вот я имел ввиду Вот эту вот паузу Которая у нас имеется Между Началом Эмг И началом Движения Дальше Коллеги Дальше Все люди знали И до этого Гениального соображения Все знали Вот почему я говорил Что все нейроны Встали на место Все люди знали Что если вы Наносите стимул Какой-нибудь Когда я сейчас Употребляю термин Стимул Я имею ввиду Исключительно методический Аспект Ни в коем случае Не теоретический Значит вот Когда я Наношу этот стимул То я знаю Что во многих структурах Мозга Имеются два типа Активации Одни Очень стабильные Устойчивые Коротко-латентные То есть наблюдающиеся Сразу после нанесения Этого стимула Такая фаза Трынь А другие Более Более вариабельные Отставленные С длинной латенцией Я эти два типа нейронов Вам нарисую сейчас И все абсолютно точно Знали Что они существуют В том числе и мы В том числе и в моих исследованиях Они были Которые мы со Шварковым Трактовали Значит один из нейронов Ведется Активу Так Вот эти палочки Это его потенциал действия Понятная идея Разряды нейрон То чем он разговаривает А другие нейроны Ведут себя Как-нибудь вот так Их активации Вот эти называются Фазными Они так сгруппированные Коротенькие Коротко-латентные Четкие Стабильные А вот эти вот Более размытые Они гуляют Полотенцией У них меньше частота Как правило В общем вот они такие Вот И вот два типа Типов конечно очень много Но вот эти два Глобальных типа Их все знали Как их объясняли С точки зрения Рефлекторной С точки зрения Рефлекторной Я даже не знаю Стоит ли вам это записывать Наверное не стоит А то упаси бог запомните Значит с точки А мне это нужно Просто с дидактическими целями С точки зрения Рефлекторной Считалось Что вот эти Активации ранние Они связаны Со специфическими Реакциями То есть с теми Реакциями Которые дают Нейроны Которые Ну Моносинаптические Или Ну а в чеком случае Близко связаны С рецепторным входом Если это зрительные То прям вот там От сетчатки От латерального коленчатого Тела к ним Пилят И они специфически Отвечают за кодирование Этих стимулов А это кто такие? А это не специфические Тонические активации Которые через много Синапсов Там куда-то передаются И они уже связаны Там могут быть И с биологическим Значением И с мотивацией Там со всем Понятно какая была идея Специфические И не специфические Активации В соответствии С вот этими Дуговыми Рефлекторными Представлениями И мы примерно То же самое думали Пока не сделали Вот этой Простой процедуры А теперь скажите мне И что нам стало Сразу ясно Что это за два типа Активации Это те нейроны Которые обеспечивают Протекание системного Процесса принятия решения То есть Если сказать Совсем коротко Это нейроны Принятия решения А это нейроны Обеспечивающие Протекание Совсем других Системных механизмов Понятно? Акцепторы Протекание системного То есть Нам стало Сразу понятно Как на системном языке Интерпретировать Разные свойства Активации И нам стало Сразу понятно Почему они Разные И С тех пор Началось Исследование Разных свойств Нам сразу Стало ясно Что Скажем Вот Исследуя эти Активации Нужно менять Одни переменные А исследуя эти Другие Вот скажем Эти Что бы вы стали Менять Если бы вы Занимались Скажем Там Вы занимались Нейронным Обеспечением Процесса Принятия решений Ну наверное Вы стали Менять число Переменных Вот когда вы Принимаете решение Выбрать из двух Это или это Или Выбрать из шести Это это и это И вы стали Смотреть Что происходит С активностью клеток Которые Связаны с набором Альтернатив Где Вот здесь Или вот здесь Правда здесь Потому что Вот кто Обеспечивает Этот выбор Из альтернатив А эти уже Реализация Выборной программы Понятно Да Разные стимулы Разные стимулы Если будете давать То вообще-то Мы понимаем Сразу Что разные стимулы Это Скорее Результаты Предшествующего Акта Следовательно Вам нужно будет Искать Различие нейронной Организации Связанные С вашими Разными стимулами Скорее не здесь А где В предшествующем Поведении Поскольку они Входят в акцептор Предшествующего Поведения А не результат Этого поведения В норме Ну вот Значит Вот это Нам стало ясно А кроме всего этого Мы еще регистрируем Электроэнцефалограмму Причем Нейрон регистрирует Вообще довольно Немного людей В мире Потому что Это очень сложно Хотя Это прямой способ Понимания Субъективного Опыта Это мы С вами Когда-то Поймем То что называется В медицине Операция выбора Вот Вы поскольку Не в медицинском Вы можете не знать Что когда человеку плохо Когда он болен Существуют разные варианты Первый вариант Это палеотив То есть Вы не можете Его совсем Вылечить Но вы можете Вы можете Облегчить его страдания Улучшить Как там Качество жизни И вы делаете Палеотивную операцию То есть Вы делаете операцию Которую не излечивает Но помогает жить А существует Операция выбора Это лучшая операция В данных условиях И она может Например В часть случаев Привести к полному Воздоровлению Но иногда Ее выбрать нельзя Эту операцию выбора Нельзя выбрать Потому что там Больной не перенесет Я например Так вот Операция выбора Для исследования Субъективного опыта Суть регистрации Нейронной активности Это без сомнений И это я вам В свое время докажу Но В подавляющем большинстве Случаях В огромном Числе лабораторий Мира Исследуют не ее А электроэнцефалограмму Что значительно Проще Чем регистрировать нейроны Хотя обрабатывать Между прочим Сложнее Электроэнцефалограмму Затем Различные способы Картирования мозга Об этом вам будет Говорить Борис Николаевич Безденежных Я думаю ФМРИ ПЭД И так далее И так далее То есть Вот эти вот способы Которые позволяют Увидеть мозг В красивых картинках Просто разные цвета Вот здесь красненькая Здесь зелененькая Это когда он думает Про тетеньку А наоборот Про дяденьку Или вот как-нибудь Вот так Про машину И вообще все понимаешь Это ирония Значит Электроэнцефалограмма И вот все ее регистрируют И когда вы даете стимул пусковой То вы видите Что-нибудь вот такого вот типа Это называется Вызванный потенциал Или связанный с событиями потенциал Но нам сейчас для простоты Можно назвать его Вызванный потенциал ВП Вызванный потенциал Ну и что всегда думали люди Что всегда думали люди Когда изучали этот вызванный потенциал Это вы мне сейчас скажете Если вы меня слушали Хоть как-то То вы сможете сказать Чем отличаются Вот эти компоненты Вызванного потенциала От вот этих компонентов Как вы думаете Что люди думали У вызванного потенциала Тоже есть разные компоненты Есть ранние Есть поздние Ну и что такое ранние Да сейчас Принятие решения Это вы такие умные А я говорю О людях Которым я лекцию не читал И вот они регистрируют Вызванный потенциал И они стоят на позиции Их стимул реакции И они знают Что они дали стимул Что должно происходить Когда вы дали стимул Что отражают Мозговые процессы Самые ранние Значит Когда вы даете Сенсорный стимул Нет Не ну рефлекс Это вообще все вместе Что они отражают Обработка информации О стимуле Да Активность специфических Структур неких Сенсорных Значит это вот тоже Извлечение Кодирование информации Кодирование Физических Своих стимула А это Опять же Биологические свойства Там присоединяются Биологическая значимость Ребят Я вам абсолютно То же самое Рассказывал про нейроны Люди которые думают Про это Они знают Про это Как правило Поэтому они берут Эта терминология Они же понимают Что когда они регистрируют ЭЭГ То на самом деле Это они правда Точно не знают Что именно Отражает ЭЭГ Я думаю Что безденежных Вам тоже Об этом будет говорить Но все таки Они понимают Что когда они регистрируют Оцидоэлектроэнцефалограмму То это как-то связано С активностью нейронов А про нейроны Они знают Что вот есть Такие ранние Специфические А есть такие поздние Неспецифические Ну таким образом Они и трактовали Эту активность И что стало ясно Теперь А стало ясно Что где-нибудь Вот досюда Мы имеем дело С процессами Афферентного синтеза И принятия решения Как совершенно правильно Сказал ваш коллега И я ее остановил Только не потому Что она была неправа А потому что Она слишком умно отвечала За тех Кто этого не знал Вот А эти компоненты Соответственно Связаны с другими процессами То есть вообще Очень просто Посмотрите куда он ткнул И вы сможете понять К каким системным процессом Он имеет отношение Понятная идея Идея очень простая Вот Ну и Теперь Вопрос А вот это вот То что мы разобрали Это Относится Кому К людям Или Это относится И к бабочкам Бабочкам я шучу Но вот скажем Если мы возьмем Зайчика И возьмем Человека То мы увидим Примерно Те же Расстановки Этих процессов У людей И у Животных Абсолютно верный Ответ Кстати говоря Это Вообще Работа Вот я вам покажу Сейчас результаты работы Которые мы сделали Вот это Цвет бумаги Отражает Примерно Время Когда это Все было сделано Я даже специально Не меняю Это было По следам Выступления Анохина Только-только Возник институт Психологии Ран Вот в котором Вы сейчас сидите И Вы не представляете Себе Какое там было Собрание Какие были Первые учеты Первые ученые Советы Нашего института Это вообще Фантастика Там сидели Леонтьев Лурия Ломов Анохин Это Это что-то было Вообще Умпомрачительное Ну вот И выступал Анохин На нашем Значит Вот заседании Нашего института Вот И рассказывал О вот этих вот Процессах Обо всех А рассказывал Он уже тогда Когда Шварков Это дело придумал И когда мы Это опубликовали В докладах Академии наук Эту статью Он сразу подписал Кстати говоря И не просто подписал А еще и В своей последней статье Которую он вообще В жизни написал Он написал Ну во всяком случае В которой он Так скажем Обзирал Всю школу Одна из последних Статьей За год до его смерти Где он написал Что вот Вот эти ребята Указывая на нашу Лабораторию Придумали вот это И я вижу здесь То куда должна Развиваться Теория функциональных систем То есть Практически Богословила Это мы С Шварковым Очень высоко оценивали Так вот Был он у нас И рассказывал Он вот об этом И его Вопросы Задали Хомска И Тихомиров Я не знаю Знаете ли вы Эти фамилии сейчас Но Будут они у вас Отскакивать от зубов Ну у тех Кто конечно Доживет до этих курсов Будут отскакивать От зубов Потому что Деваться вам будет некуда Это Лидеры В психологии Тихомиров И Хомска Это нейропсихология Ученицы Лурии Вот Деваться вам будет некуда Так вот Они спрашивали Анохина Ну хорошо Вот это вот Все что вы Рассказываете Это Для кого Это для человека Или для животного Это наверное для животного У человека Все совершенно иначе И что им отвечал Анохин Он им отвечал Следующее Уважаемые коллеги Теория функциональных Систем Дает единую Конву Системных позиций Для всего живого И разница Между Принятием решения Комара О том Куда ему лететь В жаркий день Для того Чтобы попасть Во влажную Овраг И между Разница Вот этого Процесса Принятия решения У комара И у абитуриента Который решает Проблему В какой вуз Ему поступать Перебирая Альтернативу Не в том Что у них Разные системные Процессы А в том Чем они заполнены То есть заполнение Там разное Динамика процессов Одна и та же Это универсально И вот я вам сейчас Хочу эту универсальность Проиллюстрировать Было бы хорошо Если бы вы Хотя бы в одной Фразе записали Что эти процессы Которые мы нарисовали Они являются универсальными И действительно Для любого живого Достигающего результата Естественно Других живых Не существует Вот Я вам сейчас покажу Экспериментальные данные Которые Иллюстрируют Как мне кажется Очень ярко Вот эту позицию Чтобы вы Вы видели Как это выглядит В реальном Эксперименте Что вот это То что я вам нарисовал Эту схемку Это не Просто какие-то Отвлеченные Теоретические Представления А что вы можете Взять поведенческие Акты Самого разного Типа Вот в какой Лаборатории Вы не были Вот таким образом Расписать И вы получите Все что надо Вам Значит С кого начнем С животного Или с человека С животного Конечно Про животных Интереснее Человек мы и так видим Значит Что это за поведение Вот которое я здесь показываю Я думаю Что в общем Более или менее Может быть видно Даже из нижних Из задних рядов Первая Первый график Здесь Первая линия Это Движение Морковки Почему движение Морковка бежит Это кролик Который мягко Фиксирован На такой Деревяшечке За лапки У него Вот так вот Морда Перед мордой На определенном Расстоянии Морковка И потом Такой щелчок И эта морковка Бежит к его носу И далее он Что делает Наклоняет голову И срывает Эту морковку Поведенческий Акт совершенно очевидный Значит Пусковой стимул Это Начало движения Морковки Затем Движение Развертывание Поведения Ее захват И возвращение В исходную позицию Все Расписываем Это поведение Значит Вот он Морковка Побежала Это пусковой стимул Проводим Линию Так Далее Вот началась Самая ранняя Миограмма Мы регистрировали Много-много разных Миограмм Из них выбрали Вот этот Который Самый ранний Вот она Началась Значит Между Пусковым стимулом И началом Этой Миограммы Какие процессы Системные Располагаются Там видно И здесь написано Афферентом синтеза И принятие решения Правильно? Правильно Затем Между Самой ранней Миограммой И началом Движения Другая группа Процессов Которые я бы На вашем месте Записал Потому что До сих пор Они не были Обозначены Это процессы Мобилизации Исполнительных Механизмов Мобилизация Исполнительных Механизмов Можно сократить Мим Значит Между Самой ранней Миограммой И движением Вот это Вот узенькое Узенькое Между двумя Штриховыми Чёрточками Это Мим Вот Потом Началось Движение Мобилизация Исполнительных Механизмов Потом Началось Движение От Начала Движения Уважаемые Коллеги Вот эта Вторая Кривая Она Обозначает Движение Головы Кролика Пошло Вниз Вот А кстати Говоря Следующая Кривая Это Движение Нижней Челюсти Как он Захватывает И ест Ну вот Значит Между Началом Исполнительных Механизмов И Достижением Результата Вот эта Вспышка Здесь Наверху Это он Схватил Морковку Это На самом деле Знаете Что такое Это пишется Контактный Микрофон Такой Есть Микрофон Который Дает Вспышки При Том Ну При Неких Звуках На Контактной Поверности Ну Вот Значит Это Время Достижения Результата И Здесь Разворачиваются Какие Процессы Афферентного Синтеза Фу Простите Функционирует Акцепт Результатов Действия Программа Действия Все расписали Правда Совершенно Как там В реальном Поведенческом Акте Теперь Посмотрите Специальное Внимание Обращаю Через Минуту Поймете Почему Что такое Внизу Это Коэффициенты Вариативности Этих Интервалов То есть Меряется Время Вот это Вот это И вот это У нас Есть Три Интервала И Задим Коэффициент Вариаций Насколько Они Скачут От Реализации К реализации Чем Обнаруживаем Мы Обнаруживаем Что Самое Вариативное Время У нас Вот Это Вот Маленькое Да Оно Вот Очень Сильно Меняется Наивысший Коэффициент Вариации Собственно График Имеет Вот Такую Треугольную Формочку Сохранили Это В рабочей Памяти Переходим К человеку И Это То же Самое Это Элементарный Поведенческий Акт У человека Значит Первая Первая Кривая Это Электромиограмма Электромиограмма Того пальчика Который Жмет На кнопку У человека А Вот Эта Вот Механограмма Это Отражает Движение Пальчика То что Внизу Значит Вот Эта Первая Линия Так же Как у Того Субъекта Первая Линия Отражает Вспышку Света Сигнал Затем Самая Ранняя Миограмма Рабочей Конечности Между Самой Ранней Миограммой И вспышкой Что у нас Афферентный Синтез И принятие Решения Правильно я говорю Между Первой Миограммой И начало Движения Пальца Что у нас Мобилизация Исполнительных Механизмов Между Началом Движения Пальца И нажатой Кнопкой Афферентный Синтез Акцепт Результатов Действия Программа Действия Понятно А внизу Что Такой же График Вариативности Вариативности Этого Интервала Сравните Два Эти Графика Видно Что Это С динамической Точки Зрения Очень Сходные Процессы Правда То есть Во всяком Случай Динамика Вариативности Очень Сходна У Животного Это Вот То Чем Говорил Петр Кузьмич Что Естественно Когда Человек Думает О том Чтобы Ему Нажать Кнопочку И Нажимает Ее И кролик Который Захватывает Эту Морковку Это Совершенно Разное Содержание Процессов В голове Вот Но Тем не менее С динамической Точки Зрения То есть Последовательность Системных Процессов И Соотношение Времен Протекания Этих Процессов Вариативности Этих Процессов У них Оказывается Очень Сходным Таким Образом Вы Можете Взять Активность Любого Типа Как У Животного Так И Вот Я говорил Вам О том Что Когда Во-первых Говорил о том Что регистрация Нейронной Активности Это Операция Выбора Если Вы хотите Понять Что Внутри Происходит Субъективным Миром Все Остальное Это Палеотивы От Невозможности Использовать Этот Метод Но У Человек Сами Понимаете Наиболее Красивые Данные С нейронами Конечно Получаются Когда Когда Вы Регистрируете Нейроны У Человека Никто Из вас Не был На Сессии Которая Сейчас Была Институтская Смешной Вопрос А вот Если Вы Сходили На Эту Сессию И Послушали Доклад Прекрасный Кстати Говорят Сотрудница Нашей Лаборатории Оли Сварник Она Показывала Кино Во Время Своего Доклада И Это Кино Было Регистрация Активности Нейрона У Человека Когда Ему Показывают Разные Видеоролики В частности Титаник Выступления Различных Политических Деятелей И Мультфильмы Симпсона И Это Был Специализированный Нейрон Который Со страшной Силой Активировался При Симпсонах И Больше Нигде И Кстати Вот Ну Сегодня У меня Нет Времени Вот Когда Я вернусь 1 Марта Желающих Приглашаю К себе Я прямо У себя На Вот И Этот Нейрон Активируется Только Когда Показывает Мультфильм Симпсонов А потом Следующий Эксперимент Такой Ему Ничего Не Показывают А он Вспоминает Говорит Ну Вспомни Те Видеоролики Которые Тебе Показывали И Он Вспоминает Ага Вот Это Нью-Йорк Нейрон Молчит А Теперь Я Вспомнил Титаник Нейрон Молчит Симпсоны Говорит Тон и Смеется И В Этого Время Со Страшной Силой Работает Этот Нейрон Причем Кстати Говорят Он Начинает Он Начинает Работать Миллисекунд Приблизительно За 200-300 До того Как Тот Сказал Ага Симпсон Ясно Потому что Нужно Некое Время На Генерацию Этого Ответа Так Вот Конечно Если Мы Хотим Понять Да А Значит Можно Найти Там Нейроны Папу Маму Любимую Женщину Ну Что Хотите Этот Нейрон Молчит Вы Показываете Там Я не помню Всех этих Американских Актрис Но Многие Из вас Наверное Знают Вот Берри Есть такая Актриса Слышали Кады Да О Видите Вот Показывают Берри Этот Нейрон Работает Причем Ребята Он Работает Когда Показывают Берри Фотографию Когда Показывают Карикатуру На Берри То есть Там Это Совершенно Физически Другое Более Того Когда На экране Просто Написано Берри Работает Тот же Нейрон Это Вообще Концепция Кусок Опыта Человека Связанный С соответствующей Тетенькой Который Может быть Совершенно По-разному Отражен Вот так Они устроены Так Понятно Чтобы мы Поняли Что внутри У человека Надо делать Это Тогда Мы узнаем Из каких Кусков Оно Состоит Какова Общенность А вот Тот Который Берри Он Будет Прелюбимой Девушкой Или Нет А что Надо Сделать Чтобы Тот Нейрон Который С Берри Он И Прелюбимой Девушке Активировался Что Надо Сделать С девушкой В каком Виде Ее Представить Вот Что Такое То есть Там Можно Вообще Исследовать Ужасно Интересные Вещи И Мы Сейчас С вами Переходим Следующая Лекция Внимание Следующая Лекция Которую Мы С вами Начинаем И Будем Продолжать Я думаю Тынь Тынь Еще Раза Два Это Лекция О нейроне Мы Будем С вами Разбирать Нейрон Разбирать Нейрон И Говорить О Детерминации Его Активности Детерминации Активности Нейрона Чем Она Обусловлена Если По-русски Сказать Чем Обусловлена Активность Нейрона Когда Когда он Активируется Почему Он Дает Эти Спайки И Уважаемые Коллеги Как Я Вам Обещал Это Мы Будем Делать С Двух Сторон Доски Потому Что Взгляды На Активность Нейронов Окажутся Совершенно Противоположными Это Вообще То есть Они Всюду Противоположные Всюду Сильно Отличаются Но На нейроне Особенно То есть Вы сейчас Увидите Что это Два Абсолютно Разных Взгляда На Нейрон В реактивностной Активностной Парадигме Вы подумайте Лежит В мозгу Клетка Эта клетка Делает Трынь Трынь Дает потенциалы Действия Электрические И в зависимости От кого Где вы Стоите Здесь Или Здесь Вы видите Эту клетку По-разному Абсолютно Это для вас Совершенно Разная Вещь Сейчас Увидите Ну Не сейчас Сейчас Начнете Увидевать Вот так Я пускал Значит Вот Это Реактивность Это Активность Да Вот что Я еще хочу Чтобы вы Поняли Кто Сможет Вот смотрите Я пишу Реактивность Активность Вообще На самом Деле Это Просто Лейблы Это Название Двух Разных Картин мира Двух Разных Парадигм Я не хочу Чтобы вы Подумали Что Все Зависит От того Вот Реактивность И все Это Активность И все Это Это Лейблы Двух Разных Картин мира Понимаете Идею Да Когда я Говорю Реактивность То я Имею Ввиду Кучу Всего Разного Другого Под этим Там Будет И редукционизм Там Будет И понимание Функции Совершенно Другого И понимание Развития Совершенно Другого Мы Все Это Будем С вами Говорить 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 Но Я Боюсь Что У вас Останется Мнение И для Некоторых Из вас Кто Будет Заниматься Мыслительной Деятельностью Дальше В жизни Это Важно Сейчас Понять Что Активность И реактивность Это Название Двух Разных Картин Мира А не Так Сказать Ну Единственная Разница Между Этими Двумя Взглядами Понятно О чем Я говорю То Это Обозначает Два Разных Вы Думаете Про Все По Разному И Все Это Вместе Дает Две Разные Картины Мира И Я Называю Реактивностно И Активностно Понятно О чем Я говорю Вот Что Мы Значит Это Вот Организм Как Мы Понимаем В Реактивностной Парадигме Организм Мы Его Понимаем Так Организм Это Некое Устройство Механизм Тип Часового Который Отвечает Реакции На Стимул Правда Ведь Ну Кивните Головой Спасибо Это Механизм Который Отвечает Реакции На Стимул Теперь Чтобы Этот Механизм Работал Вернее Не так Сформулирую Вопрос Какой Принцип Этого Механизма Что Там Внутри Что Объединяет Стимул Реакция Ну Слава Тебе Господи Конечно Рефлекс Вот Оно А теперь Вопрос Как в этом В игре Клуб Нет Не веселых А как Что Где Когда А теперь Вопрос Дается Минута Как Если вы Придерживаетесь Да Что такое Вот еще Одну Еще одну Добавочку До этого Вопроса Минута еще Не пошла Значит Что Такое Рефлекс Это Проведение Возбуждения По дуге Рефлекса Или по сети Неважно Но оно Движется Откуда От сенсорных К моторным Структурам И к периферии Правда Это Что не возьмите Самые Мудрые Красивые Теории Собременного Уровня А все равно Внутри Сидит Вот это Простенькое Пошло Возбуждение Отсюда Через глазик Через сенсорные Области К моторным И я пошел Значит Какой вам нужен нейрон Чтобы он влез в эту голову Изобразите мне Как надо себе представлять Активность нейрона Быстро Дается минута Какой нейрон Значит Посмотрите Что получается Какой нейрон Внимание Господа Это важно Какой нейрон Мы всовываем В голову Реактивностного Организма Мы всовываем Реагирующий нейрон Нейрон Как и организм Реагирует на стимул Формула Нейрон Как и организм Реагирует на стимул Что есть стимул Для нейрона Сейчас нарисую картинку Но вы мне скажите Что есть стимул Для нейрона Быстро Мы уже Не в глазу Мы уже в мозгу Оно уже бежит Но вы только что Сказали Совершенно блестяще Что стимул Для нейрона Предыдущие нейроны Совершенно точно Значит стимулом для нейрона является активность связанного с ним предыдущего нейрона Значит смотрите что получается Это стимул из внешней среды И вот оно побежало Вот она цепочка, сеть, там как хотите называйте Последовательность нейронов, которые и задача этих нейронов какая? Провести возбуждение Запишите Задача провести возбуждение по дуге Внимание господа сюда теперь Вы должны будете это знать Должны были знать Но я все равно буду дальше рассказывать О том что здесь выделяется медиатор некий Этот медиатор действует на этот нейрон Тут изменяется проницаемость, возникает спайк и так далее Это мы с вами потом поговорим А сейчас нам важно вот что Значит мы рассматриваем вот этот нейрон Сейчас я в него ткнул пальцем Скажите пожалуйста кто для этого нейрона стимул? Правильно? Рисуем стимул А вот по отношению к этому стимулу его активность это что? К сожалению В наших учебных заведениях Отменены телесные наказания Если бы они были не отменены То вы были бы сейчас кандидатом Какой результат в этой парадигме? То есть вы можете использовать Конечно слово результаты Кстати говоря полно людей это делает Но это будет Каким словом будет называться нехорошим, отвратительным? На букву Э Эклектика Это будет грязная эклектика Значит реакция Коллеги А это реакция данного нейрона Для следующего нейрона что? Точно И так далее И так далее по дуге Понятная идея, да? Нейрон так же как организм реагирует на стимул Но стимулом для него выступает Активация предыдущего нейрона Которая является реакцией на предыдущее возбуждение Но начинается это все с активности рецептора А заканчивается это все активностью Там предположим мышечных волокон Вот Теперь здесь Переходим сюда Значит Помните я вам рисовал на первом занятии Вот эту картинку Вот которую я сейчас повторяю И говорил, что я допускаю методологическую погрешность Я вам вот здесь Рисовал, помните что? Вот здесь я писал, что это активность Скажем, действие Так А вот здесь я рисовал Только вы сейчас это не рисуете Я вам рисовал цель Помните, да? И я вам тогда говорил, что это методологическая погрешность Это теоретически неверно Но я это делаю временно А потом я заменю правильным термином Пока я ориентируюсь просто на ваши уличные представления Теперь я это убираю Это неверно Что здесь в будущем? Что в будущем? Разве цель в будущем? Что в будущем, что детерминирует активность? Дается одна секунда Слава тебе, Господи, молодцы Результат А где цель? Как в карикатурах рисуют? В настоящем То есть я ее нарисую сейчас вот так вот Правильно это нарисовать? Вот таким вот образом Модель этого будущего результата Вот что такое активность в правильном изображении По сравнению с картинкой номер один Вот кто нарисует во время ответа То, что я нарисовал на первой лекции Тот будет не совсем молодец Ну вот Значит вот Таким образом здесь действует Видите, здесь нет стимулов Здесь нет проведения и возбуждения Здесь вообще все Совершенно иначе Но Теперь проблема А что делать с нейроном? Вот в голове лежит клетка С отростками, с аксонами, дендритами И что, у нейрона цель что ли есть? Это даже смешно подумать Какая цель у клетки? Какие образы будущего результата? Нет Все, наверное, не так И проблема состоит в том Что подавляющее большинство людей Которые находились при рассмотрении организма Вот здесь, в этой парадигме Они были под таким фантастическим гипнозом Этих представлений Кажется, что ничего другого кроме этого О нейроне сказать нельзя Если вы откроете любой хендбук Если вы читаете по-аглицки Или любой учебник, если вы читаете по-русски То вы найдете вот такой нейрон И ничего другого И невозможно представить ничего другого И поэтому делалось что? В голову целенаправленного субъекта Вставлялись реагирующие нейроны Это хорошо? Это эклектика Кто это делал? Практически все Делали именно так Потому что другого невозможно было себе представить И, скажем, поэтому Леонтьев А это был совершенно великий человек Один из сотворцов теории деятельности Он считал, что целенаправленное действие человека Внимание! Он считал, что целенаправленное действие человека Определяется рефлекторными Психофизиологическими механизмами Почему он так говорил? А потому что человек вот точно такой Это Леонтьев понимал, что он вот такой, а не такой Но нейроны-то у него вот такие И поэтому получалось Целенаправленное действие И рефлекторные реализаторы Я бы сказал, что это такое Если бы не относился к Леонтьеву С безмерным уважением Поэтому я скажу очень мягко Это чепуха Значит, нам нужен вот здесь Нам нужен здесь нейрон Который в такой же степени Соответствовал бы целенаправленному организму Понятно? Как здесь Заметьте, что здесь в рефлекторной парадигме Даже слова я тебе напишу, которые вы знаете В рефлекторной парадигме все в полном порядке В рефлекторной парадигме нейрон Совершенно логически и четко соответствует Положениям рефлекторной парадигмы И представлениям в организме А здесь проблема Эту проблему мы начнем закрывать на следующей лекции Спасибо за внимание